Мы сделали на Валбрид заказов на 850 миллионов за год. Как вы это сделали? Это сложный вопрос. Это магия предпринимательства. Первый толчок у нас был, когда мы передали Айзе пакетик. Для нее и для Водонаева, я помню, мы передали пакетик. С Айзей две было коллекции, с Бородиной одна. У нас было два показа, просто было огромное количество СМИ, все телеканалы, журналы. Это очень круто для российского производства. Вы решите, пожалуйста. Как это произошло? Я не могу вам сказать, сколько мы заплатили Айзе. Короче, сейчас это просто ничто. Короче, фортанул тебя, понял. После коллаборации с Айзей и с Бородиной мы открыли 50 магазинов по франшизе. Дальше у тебя, если я не ошибаюсь, начинается самый крутой проект. Называется Телеграф. Друзья, всем привет. Это второй сезон подкастов Сейфай. В этот раз у нас в гостях легендарная Кристина Тарба. Легендарная звучит страшно. Расскажи о себе, представься вкратце, какие ключевые проекты. Ключевых проектов много. У меня шесть проектов в этом году был рекорд. Я себе два года назад поставила цель, что я хочу диверсифицировать свои доходы, заниматься большим количеством дел. И так и вышло, что заниматься большим количеством дел, это был мой весь последний год. И потом в какой-то момент я поняла, что от чего-то надо уже отказываться, что должен быть фокус. Вот, поэтому сейчас, на текущий момент, мой основной бизнес — это бренд одежды, бренд шик, бренд полезных продуктов питания кокоса и кедр. Мы продаемся на Валберес и обучение по Валберес. В прошлом году вышла из проекта универмагов Телеграф, Сокольники, продала там свою долю. Это как маркетплейс, только в оффлайн-формате. Классный очень проект, фэшн. Можешь три факта сказать самых интересных про себя? Это сложный вопрос. Наверное, то, что всех шокирует всегда, это то, что я 10 лет была замужем и развелась вот в прошлом году. То, что у меня двое детей. 15 лет. Первый ребенок я родила в 11. Ну и то, что мы сделали на Валберес заказов на 850 миллионов за год. За 22-й год? Нет, не за 22-й. Ты мой брат, Кристин. Ты мой близкий. Просто смотри, я изучал твой Инстаграм сегодня, пока ехал сюда. И у тебя классный путь был. Ты начала с бренда одежды. И первое, что я увидел, вы создали группу ВКонтакте, и у вас он набрал 430 тысяч подписчиков. Видишь, как я запомнил. Как вы это сделали? Как вообще на первоначальных этапах собрать такую аудиторию и привлечь только потенциальных клиентов? Это был только не бренд одежды, это был мой первый бизнес. Мне было 14 лет, я сделала группу ВКонтакте и доставляла товары из Китая. Собственно говоря, как так получилось, откуда такое количество фолловеров? Наверное, потому что очень быстро все набиралось. Мы делали какую-то рекламу, но у меня даже такой цели не было. В тот момент все, о чем я думала, это то, что генерит мой бизнес деньги, в принципе, как и сейчас, или нет. И 430 тысяч это какое-то, знаешь, число, которое для меня, я даже на него не обращала внимания. Ну вот, они как-то сами набрались, я не знаю. Просто, наверное, потому что я сделала что-то в нужное время, в нужном месте. Давай тогда смотри, вот ты создала эту группу, потом, да, я чуть ошибся, это был бизнес с Китаем связанный, потом ты создала уже бренд одежды, шик, и закрыла первый бизнес. Я его продала, да. Продала за 400 тысяч, тоже помню. Да, 450 тысяч рублей, да. Все внимательно изучала. Это мне было 17 лет. Там история в том, что вообще, как появился бренд одежды, как появился шик, я очень долгое время доставляла из Китая товары и поняла, что есть те товары, которые просят люди, чтобы мы нашли их на китайском сайте, но на китайском сайте их нет. Ну, типа, вот образовалось 3-4 таких модели, я их просто пошила. И начала шить в России. Все, у меня сразу... Трудно было лекало подобрать. А, или ты просто готова одежду принесла? Нет, я просто фотки показала конструктору, и мне сделали такие модели. А почему ты не хотела на уже действующей группе продавать? Почему ты создала новую? Потому что это был отдельный бренд, потому что там было позиционирование. То есть я как-то вот в 17 лет без образования дошла до этой мысли, что это не очень... Что это будет не очень, потому что там была доставка из Китая, это были дешевые товары. У меня там группа прям так и называлась. Мне кажется, кстати, она набрала, знаешь, почему подписчиков сейчас вот ответ пришел? Дешевые товары? Потому что она называлась. Я сразу поняла, что это очень кликабельное название. Самая дешевая там одежда из Китая. Она у меня как-то так называлась, эта группа. И люди это просто гуглили и погуглили. Находили по запросу. Контактили. Да, контактили. Это же тогда был прям бизнес в одного. То есть семестника, ты сама это все делала. Нет, у меня тогда уже работало три человека в команде. А это были какие-то одноклассники, сверстники? Это были не одноклассники, это были какие-то люди, друзья, друзей вот из такой серии. То есть не прям мои друзья. Я очень требовательна всегда была в этом возрасте. Мне кажется, меня люди немножко не любили некоторые вокруг, потому что я прям за результат. Типа сквозь все какие-то личные отношения. Вот прям надо было вперед. Давайте по ключевым точкам прям раскатаем этот кубок. То есть вот ты продала группу за 450 тысяч. Первая такая сделка. Какие были чувства вообще после этого и чем занялась дальше? Ну они сразу были реинвестированы в ШИК, соответственно. Как-то я уже на тот момент, когда я продавала эту группу, я уже на какой-то такой скорости шла, что для меня вот не было такого, что вот она точка. Это как будто бесконечный путь какой-то был. И вот это одно из прикольного, если продастся, классно. Я просто уже тогда на тот момент была сфокусирована на ШИКе. И для меня вообще эта группа, она где-то... Она вот была, она как-то уже без меня функционировала. И я думаю, ну а зачем она мне нужна, если вот есть сейчас ШИК? У меня там два бизнеса, получается, было параллельно. И да, эти деньги были реинвестированы в ШИК. Появились партнеры. Соответственно, это мой бывший супруг со своей семьей. И мы начали развивать этот бизнес вместе. Что произошло с той группой? Ну тогда контакт начал уже помирать немножко. И она какое-то время работала, год. Даже сейчас, я смотрю, она даже сейчас работает, по-моему. Там, как-то, по-моему, какие-то посты делают. Я не знаю, честно говоря, что с ней сейчас. Ты создала новую группу для бренда одежды. И как ты привлекала туда клиентов? У тебя же там не было названия «Самая дешёвая одежда» не из Китая? Нет. Тем же способами. То есть первое, во-первых, у меня уже тогда в моих соцсетях меня уже знали, как человека, который продаёт одежду. И я начала, соответственно, сначала в свои соцсети добавлять. Потом я даже какие-то пересечения делала, рекламные посты между этими группами. Дополнительно какая-то была реклама в других группах. Но основной, как бы, такой толчок, это уже был, когда мы перешли на Инстаграм. Потому что он тогда только начал функционировать. А это какой год? 2013 год. Класс. И в Инстаграм заходили через блогеров, через Таргет. Сначала мы просто сдали страницу. И я помню, что такой первый толчок у нас был, когда мы передали Айзе пакетик наш красивый. Тогда никто так не делал. То есть российских брендов вообще, по сути-то, их и не было никаких. То есть вот так вот кто шьёт здесь. Если маленьких не было, да, может быть, какие-то там большие, типа Бифри, которые сейчас существуют. Наверное, он тогда был. А средних и маленьких брендов не было. Я подумала о том, что будет прикольно чуть-чуть повысить чек, сделать красивые пакеты, классную упаковку, там, необычные какие-то лекала, того, чего нет. У нас у меня уже тогда на тот момент была очень высокая насмотренность в одежде, потому что я этим три года уже на тот момент занималась. А какой тогда был оборот? Я не могу тебе сказать, потому что я на тот момент не оцифровывала никак бизнес. То есть он как бы был, у меня всё продавалось, я ещё делала. Там хорошая была маржа, потому что, ну, конкурентов особо и не было, и дешёвая себестоимость была, дешёвая себестоимость пошивая, поэтому всё. Смотри, мне вот что интересно, вы передали пакет к Айзе. Во-первых, как это произошло? И потом, я знаю, сделали коллаборацию, да, но вы как? Ей написали просто в Инстаграме или нашли её там? Как я передала пакет? Я помню, тогда у неё была какая-то фан-встреча. Я не была её фанатом, мне она нравилась, откликалась, но я сразу поняла, что надо с ней коллабиться, потому что я видела, как фанатично к ней относятся девчонки. И у меня была какая-то на Тверской, я помню, фан-встреча, я поняла, что мне надо передать ей этот пакетик наш. Я приехала туда, передала ей через кого-то. Просто я никого там не знала, просто вот как-то ситуативно было, что я знала, где она. Я подошла, сказала, слушайте, вы можете, пожалуйста, для Айзы передать. Всё, ей передали, я потом вечером смотрю. Для неё и для Водонаевой, я помню, мы передали пакетик. Я вечером смотрю, Айза выставляет фотку в Инстаграм. У неё куча пакетов, и Водонаева также. И потом она выставляет отдельную фотку. Ей, видимо, понравилась настолько упаковка, потому что такого не было. У нас тогда ещё был, я помню, мятный цвет, очень моде. И у нас была мятная упаковка. И она выставляет там наш логотип, бирочка от одежды, комбинезон лежит наш. И в этот момент к нам подписывается 2000 человек без отметки. То есть мы даже не были отмечены. Чего? И там было написано, сделано в Москве, по-русски будем, заботливыми руками. То есть стало понятно, что это российский бренд. И нас нашли просто по фотографии без отметки. Класс. Жесть. Это магия предпринимательства. Нет, это просто тогда. Опять нужно время в нужном месте. И просто я почувствовала, знаете, предпринимательство, оно уже в чуйке. Чуйка. Что, короче, это нам надо. Не могу вам сказать, сколько мы заплатили Айзи за первую коллаборацию с ней, но это, короче, сейчас это просто ничто. И сколько мы получили. То есть вы под нам скручивали этот контакт еще. Ты здесь 15 раз близко? Нет. Не настолько, конечно. Иногда люди уже знали, что такое деньги. Короче, фортануло тебе, я понял. Фортануло? Можно, в принципе, уже все, выворачивать эту часовку. Ну, не совсем, конечно, так. Я не могу сказать, что мне вот, ну, где-то фортануло, потому что, наверное... Везет тому, кто везет. Да, да. Ну, как бы, знаешь, для везения должны быть обстоятельства определенные, которые ты сам для себя формируешь. То есть я могла бы не принять решение, допустим, поехать и передать ей этот комбинезон. Я могла бы его не принять, могла бы сказать себе, что, блин, ну как я ей передам этот комбинезон? Ну, она же его не возьмет. А вдруг? А вдруг она не выложит? Ну, зачем? Это же такая звезда. А я-то тут что, школьница? Вот. Ну и все, как бы. Ты принимаешь какие-то смелые решения, которые ведут тебя потом к результату. Это очень хорошо. И потом можно назвать, что это везение, можно сказать. Потом после этого вы ей написали по поводу коллаборации, коллаборация состоялась. Ей очень понравился комбинезон, да, и после этого написали. Можешь примерно сказать, во сколько раз купились вот эти инвестиции? Ну, смотри, после коллаборации с Айзой из Бородиной мы открыли 50 магазинов по франшизе. Вот. У вас франшизная модель тогда была? Да. Мой близкий, кстати. То есть вы как торговый дом зарабатываете на том, что продаете? Да. Но у нас как бы не совсем... Мы вообще не знали, в принципе, как работает франшиза вот так досконально. Поэтому не назвать это, наверное, было прям совсем франшизой. То есть они открывались под нашим брендом, мы продавали им оптом наши товары. У нас в разный период времени были разные условия. Но суть была в том, что мы не совсем понимали, как этим всем управлять. Поэтому мы их сначала очень мощно открыли, потом очень мощно закрыли, потому что по факту поняли, что открывали это фанаты, которым нужна была... Ну, не фанаты, даже хорошо. Ну, да, наверное, так можно сказать. Открывали люди, которым нравилась Айза и Бородина. И... Вы, получается, первые, кто сделал запуск? Одни из первых. Получается так, да. И мы тогда, конечно, хорошо заработали, но им нужна была система, которую мы не давали. Секунду, вот вы как открывались? Они вам сами писали, что мы хотим... Они платили какой-то паушальный взнос. Да, такой... Еще раз повторюсь, что в разное время у нас были разные условия. То есть я вам сейчас не могу сфокусировать. А в среднем какой чек? Там что-то было от 350 до 600-700 тысяч вот такого формата. Просто паушальный взнос? Нет, нет, там еще закупка в это входила. Но им еще нужны были расходы на то, чтобы там открыть магазин, ремонт в нем сделать и так далее. И дизайн все вы сами предоставляли? Нет, вот в этом была и проблема, что у нас такие, кто в лес, кто по дровам получил. Короче, кому просто понравилась одежда с Айзи, с Бородина, говорит, я тоже хочу в своем городе продавать их. Ну да, у нас было такое предложение. Да, платить там порядка 500 тысяч, и мы тебе одежду пришлем, и там же, где хочешь, продавай. Согласовывали с нами, конечно, место, согласовывали там вывески, как это, где будет продаваться. Но в целом не было каких-то совсем жестких требований, и за счет этого мы быстро очень открылись во многих городах. У нас даже был магазин. Я не помню, как это место называется, но это какая-то самая северная и холодная точка в России. Я, честно говоря, не знаю, как они там продавали. Нет, нет, это какой-то город. Я боюсь что-то сказать неправильно. Да, в общем, вы его даже не угадаете, но это вот... Белориарский. Нет, там если загуглить, то это самое... Там зафиксирована какая-то температура очень низкая. Вот, один из самых северных городов. Слушай, а по-любому же были недовольные франшизы? У нас были лояльные условия. Мы всегда находили компромиссы, общий язык. То есть у нас в основном какие были проблемы с франшизой в том, что иногда коллекция... У нас же свое производство, иногда коллекция не вовремя выдается. Вот в основном с этим были затыки, потому что мы их не обязывали каким-то там жестким платежам, потому что мы понимали, что за эти жесткие платежи мы, в принципе, не даем... То есть мы даем им маркетинг, да, но мы не даем им структуру работы никакую. Поэтому каких-то там существ... У вас был ройалти? Или просто... В какой-то момент был, потом его убрали. Ну, то есть я тебе не могу сейчас вот прям дать схему, как у нас было. Я так понял, что вы просто им одежду оптом продавали. По сути, по сути, да. По сути, да. Смотри, у вас сколько коллекций было с Айзой и с Бородиной? С Айзой две было коллекции, с Бородиной одна. Вот, и потом, когда эти коллекции закончились, вы... Они требовали, чтобы мы хотим еще с Айзой и Бородиной, мы для этого открывались? Нет. Ну, они уже приели, чтобы просто... Да, да. Ну, у нас, потому что помимо коллекции с Айзой и Бородиной, мы уже... Мы функционировали уже как бренд. То есть мы не были брендом Айзе. Мы не были брендом Бородиной. Мы были брендом, который выпустили с ними несколько коллекций. Вот. И потом мы стали сами от этого отходить, потому что мы почувствовали, что время меняется. И как будто бы это уже сейчас будет не так модно, да. Там, выпустить коллекцию с Айзой в 2014 году, это было модно. То есть у нас реально там... У нас было два показа. У нас просто было огромное количество СМИ, все телеканалы, журналы, все, все печатали этот инфоповод. Там через два года время поменялось, и мы поняли, что это уже переходит в какую-то немножко такую историю. Ну, как будто, знаешь, это уже не фэшн. Сколько тебе лет было? Давайте зафиксируемся. Когда мы работали с Айзой, 2014 год, это был... Сколько? Я не знаю, сколько мне лет было. 20... 19... 18... 18 или 19? Блин, очень круто. Серьезно. Потом вы перестали с ними выпускать, и, ну, просто бренд начал жить, и магазины жили, и они закрылись в пандемию. Нет, нет, они в какой-то момент начали просто... Мы почувствовали, что там какие-то стратегические решения об открытии, то есть принятие решения об открытии магазинов где-либо были исходя из того, что вот нам дают деньги, мы их берём. Ну, как и все франшизы вначале, да? Да. И мы даём товар за это, да, то есть даём товар хорошего реально качества, то есть вот что-что у нас реально офигенный был пошив. То есть именно поэтому мы такое долгое время набирали, набирали, набирали обороты, потому что мы росли по 400-500 процентов в год, и уже даже без Айзой, без Бородиной, там, без франшизы, просто за счёт собственной розницы потом, вот. Почему закрыли? Не закрыт, бренд функционирует. Нет, ты сказал, мы 50 магазинов открыли, я правильно говорю. Ну да, потому что первый момент, то, что мы не знали, как работает франшиза, то есть мы не давали им системы, если бы мы дали им систему, они бы, может быть, дольше жили бы. Второе, то, что сами систему они не могли отработать, потому что это были в основном фанаты, девчонки молодые, которые такие, о, прикольно, давайте займёмся бизнесом. В итоге вы все закрыли? Сейчас у нас, по-моему, 3 или 4 магазина есть. По франшизе? Да. А своих сколько? Ноль. А вы ВВ продаёте? ВВ, да, мы перешли полностью онлайн. Давай разматывать клубок прям поэтапно, то есть вот было на пике, когда у вас было 50 магазинов, какой был максимальный оборот? Ну, примерно. Это был, кстати, не пик. Пик мы сделали как раз-таки, когда на ВВ, 2019-2020 год, 850 миллионов по заказам мы сделали, по продажам 250 миллионов, это чисто на ВВ. Плюс ещё собственная розница, ну, где-то в районе 300. А за счёт чего? За год. То есть на чём была вот такая прям рэперная точка роста? Я думаю, что это, первое, маркетинг хороший, второе, система, которую мы выстроили по пошиву, то есть мы прям очень хорошо это делали. Мы выпускали по ежемесячной коллекции из 15 новинок. Цикл пошива мы дошли до 4,5 недели. От момента идеи до выхода изделия. 4,5 недели – это очень круто для российского производства. Ну, и рост был за счёт выхода на ВВ, правильно? Это тоже. Ну, были ключевые точки. То есть первое – это открытие магазинов оффлайн наших, две коллекции как точка по маркетингу, а потом франшиза, потом соп. В итоге у нас было три магазина собственных розничных, вот, потом ВВ. Ламода мы были. И Азон. Ну, Азон, он всё равно, как бы, с точки зрения фэшн, он не очень хорошо функционирует. Сразу интересно, что лучше у вас сработало, Ламода или ВВ? ВВ, конечно. Ламода… Просто на ВВ же, как я понимаю, там именно лучший маркетинг на ВВ, если я не ошибаюсь. У меня в этом опыта нет, если я не ошибаюсь, поправить. Все просто ценой воюют. Не всегда так. Расскажи, как у вас там получилось на ВВ раскрутиться? Ты воюешь ценой только в том случае, если ты поставляешь одинаковый товар. То есть есть какая-нибудь популярная, там, не завод, вода. У нас есть три бутылки воды, все они на первой странице, и мы можем её продавать только за счёт того, что ты сделаешь на рубль дешевле, потом ты сделаешь на рубль дешевле, потом я на рубль дешевле. Но если ты, как стратегия Голубого океана, делаешь какие-то трендовые товары… Да, у тебя может быть база, которая продаётся, опять же, там, не знаю, белая футболка, но при этом у тебя должен быть костяк, должен быть костяк также из товаров, которые отличают тебя от других брендов. Вот, это была наша задача нашего бренда, постоянно генерировать такие товары. Безусловно, база будет всегда продаваться лучше, но если идти в долгосрок, в течение, там, двух-пяти лет, наличие бренда, оно всегда даёт хороший, очень существенный результат. И все думают, что Валберес это чисто, там, закупил в Китае три тонны чего-либо, вот, и продавая это. Я понял, всё-таки в скобки закинул на чего-либо. Да, и вот сиди себе, продавай на ВБ, но можно и не так. То есть ВБ это поможет выиграть для тебя просто как логистическая площадка. Я вот единственное не понимаю, вот у вас там написан бренд на одежде, и вы можете, кстати, туда ещё и QR-код закинуть со своим Инстаграмом, и почему люди не переходят и не покупают вас в Инстаграме, если вы будете предлагать им, например, 10-процентную скидку, и это будет всё равно выгоднее, чем если вы будете платить проценты Валбересу. Хороший вопрос. Первое. Почему люди не покупают через Инстаграм? Всех сейчас, наоборот, беспокоит вопрос того, что трафик идёт на ВБ, потому что первое, знаешь, ключевые точки роста Валбереса, в принципе? Первое. Это ультракрутая логистика. То, что они в какой-то момент открыли огромное количество пунктов выдачи и сделали логистику настолько быстрой, что ни одна твоя собственная розничная наша, допустим, логистика не может с ними никак конкурировать. Они доставляют, ты там в 23.59 сделай заказ, у тебя курьер уже, по-моему, бежит, потому что в 10 утра ему надо успеть на пункт выдачи доставить товар. Второе. Это демпинг. Валберес очень долгое время отслеживал цены на нашем сайте, и им важно было, чтобы они продавали дешевле всех. Поэтому у них огромный приток трафика. Регулировали, в смысле, как они влияли на нас? Да. Просто вот под оферта, все, если не подчиняетесь правилам, как бы… То есть в ВБ прям оферт, в оферте прописано, что… Ну, сейчас уже, сейчас уже я не знаю, но раньше они нам прям писали, присылали. Сейчас уже можно повыше ставить цены. Раньше они прислали нам, что просим скорректировать. То есть все, как ты только ставишь скидку на своем сайте, у них, они это отслеживают и присылают, что давайте снижайте. Что сделать, чтобы преуспеть на ВБ? Смотря у кого какая цель. Первое, нужно определиться с целью. Допустим, есть категория людей, которые готовы продавать все, что угодно, им все равно. Они могут зарабатывать на этом. И для этого пойдет одна стратегия, подойдет. А второе, вторая категория людей, это которые хотят продавать что-то, вот что им нравится. Вот, они не будут продавать. Я, например, не буду продавать все подряд. Я уважаю любой бизнес, и я считаю, что это офигенно, это нормально, я вижу люди, которые реально миллиарды на этом делают на ВБ. То есть респект, молодцы. Но мне в моей концепции мира, я хочу заниматься тем, чтобы выстраивать тот бизнес, который в долгосрок может работать. И вот я вижу в своем бизнесе обязательно наличие бренда. Я все бизнесы всегда делаю через бренд. Поэтому первое, наверное, ключевые какие-то моменты. Значит, выбор ниши. То есть когда ты выбираешь что-то, будешь продавать. 50% успеха. Второе, это регулярность действий. Многие заходят, думают, что вот я сейчас поставлю один товар, там заработаю быстро. И вот есть категория предпринимателей на ВБ, которые вот так поднимаются очень быстро, и потом так же падают, потому что они не умеют в долгосрок строить. Вот, тут... В чем проблема? Товары на него вовремя поставляют или что? Расслабляются? А что там? Я просто не понимаю, как можно в ВБ расслабиться. Системы нет никакой. То есть они что-то закупили где-то, поставили, потом они дальше не понимают, что им делать. Так, кстати, и в обычном бизнесе тоже, когда ребята зарабатывают, чуть отступают. Да, да, да. То есть это же нужна определенная стойкость, чтобы при там возникновении какой-то проблемы, задачи, ты ее решил и дальше как бы двигался вперед. И третье? Как и в любом бизнесе, наверное, какая-то некоторая то, что сейчас последнее сказали, стрессоустойчивость. Короче, медитация. В тему. Я вот прям недавно с Випассана, кстати, вернулся. Серьезно? Сколько дней? Да. Сокращенный был ретрит два дня? Ну это тоже вау. Я бы так не смогла. Медитируете? Иногда. Я сейчас последний сканей начал. Потому что Витя меня звал на Випассану, но что-то мне стало чуть стрёмно, что для меня будет сложновато. Потому что у нас как-то в универе дали такое задание 30 минут ничего не делать. И, конечно, я думал, бред, но я не буду это задание делать. Потом я подумал, ну ладно, попробую. Просто прикольно. И первые минуты 10-15, я думаю, вау, как круто, круто. После 15 минут у меня как будто время остановилось. Просто ты сидишь, и ты не можешь ничего делать абсолютно. Ты просто сидишь. И я думал, что вот все, уже прошло минут 15-20, смотрю, там пару минут прошло. И это я сейчас вообще не преувеличиваю. То есть время вообще останавливается. И я подумал, Випассана, у вас три дня было, да? Ну три дня совсем, именно молчание, два дня. Вот, но я думал, это вообще бум. Есть Випассана по 10 дней, месяц. Расскажи, как тебе понравилось, не понравилось? Это очень-очень интересно. Практиковали когда-нибудь Аддитхану? Это такая практика, когда ты два часа сидишь без движения. То есть ты принимаешь твердое решение без движения сидеть. Казалось бы, да? Это твое тело, твой мозг, да? И, ну вот, если ты решил как бы не двигаться два часа, то что может пойти не по плану? Ты же управляешь, да? То есть можешь вот так сделать, можешь вот так. Вроде бы это ты. Но очень интересно это и с научной точки зрения анализировать. У меня партнер Максим Карпов, он вот с точки зрения зеркальных нейронов, нейронных связей и так далее, очень сильно прошаренный человек, многому меня научил. И реально, если тут проводить параллель науки и духовности, оно очень хорошо выстраивается. Потому что когда ты два часа пытаешься решить одну задачу, просто взять под контроль свое тело, чтобы оно два часа не шевелилось, у тебя идут ровно те же паттерны, когда ты решаешь какую-то задачу в мире, в бизнесе, у тебя те же мысли там, а сдаться, может быть, не сдаться, а зачем это все? Да я уже все понял, поеду домой, бред какой-то, но что нельзя даже почесать и так далее. А еще high level, когда ты еще мозг можешь контролировать, ведь эти мысли, которые приходят, они тоже противостоят твоей задаче. По факту вот, то есть, ну, это прям параллель бизнесу провести можно очень круто. Я реально всем рекомендую как минимум попробовать просто вот, ну, реально два часа попробовать посидеть в Адитхане, почитайте там, загуглите, что это такое, я сам вот узнал об этом три дня назад. У вас это тоже было, да? У нас это было, да. Самое интересное, ты можешь проследить свои нейронные связки. То есть, если есть инструмент самоанализа, у предпринимателя, он же ключевой, да, и ты можешь проанализировать, как ты в жизни эти же паттерны решаешь. То есть, для меня Випассана – это такой короткий такой прям лагерь жизни, да, когда за два дня ты отслеживаешь все свои паттерны, и самое главное, ты там в правильном состоянии можешь их менять, менять эти нейронные сети, менять какие-то установки. То есть, ну, принять для себя реально твердое решение, что окей, там я управляю своей головой, я управляю своим телом, если я решил, значит, я могу, несмотря на боль. Потом еще практика такая же, час еще на гвоздях простоять и тоже не двигаться. Это тоже уже чуть другой уровень. А у меня, кстати, на гвоздях я стояла час тоже. Как тебе? Первый раз вообще я очень легко простояла, второй раз я не смогла даже 30 секунд простоять. Получается реально все в голове? А ты с проводником с кем-то вставала? Да, и первый, и второй раз с одним и тем же человеком. Офигеть. То есть, это реально не на физиологическом уровне. Просто ты как-то первый раз настроилась так классно? Я первый раз вообще думала, что я 30 секунд простояла, а второй раз я как раз пришла и такая. Сейчас все легко. Да, сейчас все будет. Давайте этот профессионал в зале. И я встала, и я поняла, я говорю, о, боги, я не могу встать даже на 30 секунд. Это же и в бизнесе, это грань уверенности и самоуверенности. Да, и тебя сразу, короче, нахлобучивает. Ты такой, приходишь, такой, да я вообще всю эту жизнь знаю. Я все знаю. Да, и с чем можно тут учиться? Да, да, да. Кстати, вот ты сейчас сказал про, про что ты сказал, мне пришла мысль про третий пункт ключевой, который в успехе. Наверное, это окружение и люди, которые уже сделали такой результат. Ну вот, то есть, да, вот это, наверное, третий фактор, и может быть, даже он первый. Смотри, давай дальше по цепочке. Дальше у тебя, если я не ошибаюсь, начинается для меня самый крутой проект, называется Телеграф. Просто я какое-то время занимался коммерческой недвижимостью, и мне это прям все нравилось, там, покупать, там, сдавать в аренду, потом в субаренду или пилить и так далее. И потом начались вот эти все бьюти-коворкинги создаваться и так далее. Я вот еще давно думал, блин, почему не могут снять какое-то помещение, и многих дизайнеров вместе собрать, собрали. Сегодня, когда я выезжал из дома, спросил у сестры, а ты знаешь про Телеграф? Она сказала, да, конечно. В общем, в Афимоле есть. Я говорю, да, есть один очень, есть один тип, который продал долю, и мне очень интересно, как создался проект и почему ты продала долю в таком крутом проекте. Как создался проект? Он уже существовал до меня. Был один магазин в Ростове-на-Дону. В какой-то момент, вообще, это копия, то есть вот проект Телеграф — это копия Тренд-Айленда. Есть большой, самый такой, один из первых, наверное, в Москве таких, одно из первых таких пространств в Москве — это Тренд-Айленд. Да, у меня только Телеграф в душе. Да? Он в авиапарке, в авиапарке находится, и мы, как бренд «Шик», были представлены вот в таких пространствах. И мне так нравилась эта бизнес-модель, я думаю, офигенно, классно, они там комиссию такую хорошую берут, и фэшн ещё, и мне так нравится. И я всё-таки в какой-то момент сижу и думаю, было бы, просто вот мысль появилась, было бы классно открыть. И мне звонит человек и говорит, «Кристина, здравствуйте, меня зовут так-то так-то, я…» В общем, это был брокер, который сдавал в аренду помещение в торговом центре «Сокольники». Я говорю, «Вы знаете, мы не открываемся уже в оффлайне сейчас как бренд». Ну, я говорю, «Ну вы скиньте всё равно, я посмотрю, что у вас там за помещение». Он мне скидывает, и я понимаю, что это просто идеальное помещение для того, чтобы там открыть универмаг, потому что они хотели… То есть классическая аренда – это помещение, в котором ты заходишь, и вот, ну всё, оно твоё. А там получается, что open space пространство, и там по корнерам как бы было распределено всё, то есть без перегородок каких-либо, и они хотели это вот так вот сдать. Я говорю, ну вы понимаете, что если вот так это сдадите, то у вас будет просто там какой-то базар. Да-да-да. Вот. Давайте мы вам откроем универмаг. Он говорит, а кто умеет открывать универмаги? Это потому что не очень много людей как бы в России и сейчас умеет открывать универмаги. Я говорю, да я могу вам открыть универмаг. И в этот момент, ну у меня уже была коммуникация с ребятами, которые работают в треннаде. Это какой год? 2019. Нет, это был уже 20-й, да. И я звоню Коле Константинову и говорю, Коль, привет, слушай, давай открывать универмаг. Он говорит, давай. Вот. И все. И вот мы сколабились. Я отвечала за маркетинг. Он занимался вопросами, связанными с разворотом универмага. Очень классный был опыт, потому что это были инвестиции, ну как бы инвестировали, да, в этот проект. Для меня это был первый такой кейс, потому что я все свои, все свои бизнесы открывала на свои деньги или с деньгами партнеров вместе. Почему ты решила выйти из него? И сколько партнеров там было? Мы втроем там были в этом проекте. Как-то в какой-то момент мы поняли, что будет классно развиваться по отдельности. Партнерство для меня, ну знаешь, с разных сторон сейчас открывается. Я все больше, у меня все бизнесы в партнерстве, все. Вот. Но сейчас я как-то более глубоко этот вопрос изучаю. И все-таки я понимаю, что 70% самых успешных компаний существует с двумя и более основателями. Но я как-то сейчас, мне очень хочется поработать одною. Мы сделали такую фотку. У меня вот так как-то через плечо, голые ноги, голые плечи, через плечо этот шарф. Кристин, по-моему, это уже перебор. Пошли на свалку, собрали эти бутылки, вносили в магазин, получили какие-то там деньги. Очень сложно совмещать работу и отношения вместе. Просто сразу извини за некорректный вопрос, но вы не устали друг от друга. Я это все, я прошла этот этап, я его закрыла. И я его как бы такая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!